Благая часть Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от неё. Евангелие от Луки Господь ясно сказал, одно только нужно. Всё другое второстепенно. Всё другое явится само собою, насколько оно нужно нам, и об этом заботиться не стоит. Какая же эта благая часть, избранная Марией, которая удостоилась одобрения Спасителя? Мария, по-видимому, бездействовала. Она сидела у его ног, погрузилась в беседу с ним, и эти божественные слова сделались для неё живым источником веры и истины. Как часто наши заботы и ежедневные занятия заглушают в нас этот голос Спасителя, который, однако, так нужен для нашей духовной жизни. Всё внешнее часто слишком поглощает нас. В этом постоянном лихорадочном движении мы не находим времени для размышления и молитвы. Не будем же более допускать этого. Вспомним про Марию. Вспомним, что Господь назвал благою частью то, что она избрала. Непременно каждый день посвятим часть нашего времени беседе с Богом. В тишине уединения, возвышая нашу душу к Нему, поспешим к этому живому источнику, чтобы почерпнуть от Него силу для исполнения нашего ежедневного труда. И эта сила, это высшее благо, эта благая часть уже не отнимется от нас никогда. Да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова